Наконец-то нашел время посмотреть седьмой сезон Игры Престолов. Во всяком случае, начал все-таки шикарный сериал, рекомендую всем и каждому. А для чего я это сейчас озвучил, просто многие мои зрители просят хоть о чем-нибудь положительном в своих программах рассказывать, пожалуйста. На этом, впрочем, с положительными новостями все, переходим к нашим реалиям. Начинаем! Ну и, безусловно, главным событием ушедшей от нас эпохи лета-осень 2017 стали выборы, которые прошли в 80 регионах страны 10 сентября. Где-то избирали муниципальных депутатов, где-то глав городов, а в нескольких регионах определялись с губернаторами. Об этих выборах еще поговаривали, мол, генеральная репетиция перед президентскими. Впрочем, репетиция получилась какой-то неубедительной и даже бестолковой, я бы сказал. Да и сенсации не случилось, ну, если не считать победу оппозиционера Яшина в Красносельском районе Москвы. Его солидарность там взяла семь мандатов против трех, которые все-таки перепали представителям Единой России. Впрочем, а победа ли это? Ну, вот серьезно, кто вообще знает о существовании этого Красносельского района в столице и насколько глобальные решения могут принимать депутаты такого уровня? Ну да, у трех вокзалов сменился хозяин. Проспект Сахарова и так всю дорогу дежурной площадкой для митингов оппозиции служит. А что еще? Ладно. Это Вести без Дмитрия Киселева. Специальный выпуск. Сегодня насчет нет повода не выпить. Поехали. А вообще о том, что в стране ожидаются какие-то выборы, до самого дня голосования и не знали люди. Ну, хоть кто-нибудь может сейчас вспомнить хоть сколько-нибудь яркий момент прошедшей избирательной кампании, такой, чтобы вот отложился в памяти вот такой, как вариант. Что отсюда? Тебе сказали? Я еще раз говорю, я подам в суд. Пошел куда хочешь, какой суд может идти? Размажу тебе всю голову, преподаватель ты, бедурок. Возьми его отсюда, выкини. Че ты стоишь, Олег? Возьми за шкирку, скотину эту. Да вы что, с ума посходили? Вшел отсюда, подлец. Именно это было когда-то, господа, когда кандидаты действительно из штанов выпрыгивали, лишь бы их заметили, чудили, привлекали к себе внимание всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Сегодня такое ощущение, что если кто-то куда-то выдвигается, то этого кого-то просто наказали, таким образом сказав, пойдешь в депутаты или в губернатора, и он не знает, что с этим делать. А увидев первые же кустики, старается там зашкериться и просидеть в этих кустиках тихонечко. До самого дня голосования авось не заметит никто. Итоги кампании стали такими. Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни, пчелки затихли в саду, рыбки уснули в пруду. Более-менее яркой, если вообще это слово уместно в данном случае, на пару недель стала кампания по выборам губернатора Свердловской области, где в какой-то момент появился альтернативный кандидат, но недолго музыка играла, все вернулось на круги, своя обратно в кустики. То есть и вот здесь началось самое забавное. Народ ждал какого-то развития ситуации, протеста, может быть, выхода людей на улицы, осады избиркома, хотя бы Свердловского, но наша беззубая оппозиция в очередной раз показала себя как никакая. Все, на что сподобились те, на кого равнялся протестный электорат... Им не интересно наше мнение. Им нужна только наша явка, чтобы легитимизировать вот это переназначение назначенца. Единственный способ не проиграть дерзочек — это не играть с нами. Если пойдете, вы поддержите этот обман. Если пойдете, вы поддержите коррупцию. Если пойдете, вы смиритесь с оскорблением, которое бестолковые и вороватые чиновники нанесли всем жителям Свердловской области. Не ходите и убедите не ходить как можно больше людей вокруг вас. В моем детстве был такой мультик «Жили, были, ох и ах». Честно, я вообще не понял, для чего этот финт ушами был сделан. Чего добились-то? Сторонники Алексея Анатольевича, коих немало, восприняли этот призыв по-своему и не пришли на участки не только на Урале, а вообще по всей России. Ну и... Второй момент. А хуже-то кому от этого стало? Вот ты сидишь и весь такой бойкотер и сам себя убеждаешь. А я того куя не поддержал. Для меня он нелегитимный губернатор. Только кую от этого ни горячо, ни холодно. Полномочий у него вследствие твоего бойкота не убавилось. И несмотря на то, что за этого парня проголосовало всего 15% жителей региона, по избирательным понятиям он набрал почти 60% голосов. И стал самым, что ни на есть, демократически избранным главой региона. Попробуй теперь это оспорь. Кстати, тут есть еще не хорошее следствие твоего славного бойкота. Давайте вернемся на несколько лет назад и вспомним, ну хотя бы протест на Болотной площади. Перемен требует наших сердцам. Перемен требует наших глазам. В наших слепей и в наших слезах. И пустанцы и грязь. Перемен требует наших глазам. Напомните-ка мне, с какой повесткой тогда выходили Болотные. Правильно, мы этих людей не избирали, мы голосовали за других. Как так получилось, что наши кандидаты не прошли, а эти выиграли? А сегодня с чем выходить на улицы собираетесь? Ой, мы вообще не пришли на выборы, а сейчас подумали, что нас не устраивают результаты. Не пришли, до свидания. Через пять лет приходите, тогда и поговорим о результатах, скажут вам ваши идеологические противники и будут правы. Отдельной строкой хочется отметить наш непробиваемый народ избирателя-пофигиста, то есть который вообще ничем не интересуется, а потом ищет для себя отмазку. Ой, да я вообще ничего не знал об этих выборах, меня не известили. В СМИ же об этом ничего не говорят, у нас одна сплошная пропаганда, потому что. Приглашаю вас в Саратовскую область, где тоже 10 сентября выбирали губернатора. Уникальность этого региона, знаете, в чем заключается? А в том, что там самая высокая плотность оппозиционных СМИ на один квадратный километр, и их едва ли не больше, чем пропагандистских. Пожалуйста, мальцев. Ну, этого мужчину стыдно не знать. Видишь, то есть они увидели, что весной заменили каких-то губернаторов на Рио, и там хорошо народ отголосовал. Народ хочет перемен. Это губернаторов он хочет поменять. Народ, это Кремль говорит, народ хочет перемен. Это надо губернаторов менять, этих уборщиц, дворников. Чуть менее популярный блогер, но все-таки популярный Юрий Гимельфарб. А еще в эфире несколько лет вещает оппозиционный телеканал ОК-ТВ. Там же в Саратове в соцсетях обосновался не менее злой канал с приличной аудиторией Междомедиа. Пару-тройку раз в неделю симпатичная девушка Марина Мизинова ехидничает по поводу козлоухости местных чинуш. Привет, ну вы знаете, что мы тут критикуем власть и все такое. В том числе и в моей Саратовской области власть, скажем так, не очень, мягко говоря. Особенно это касается управления городами проблем в сфере ЖКХ. То ли не умеют, то ли разворовывают, то ли, и это скорее всего, и то, и другое. Но и это еще не все. Оттуда же из Саратовской области растут ноги одного из крупнейших независимых информагентств в стране «Свободные новости». И вот всей этой дружной толпой ребята с завидным постоянством долбают саратовские власти и лично губернатора Радаева, которым вроде как люди не очень довольны. А каким стал итог выборов 10 сентября? Па-ба-ба-бам! Уверенно можно сказать, что на выборах губернаторов второй тур нигде не понадобится. И во всех 16 субъектах, где избирали глав регионов, побеждают представители «Единой России». Когда, во-первых, ты уже какой-то период отработал или один срок полномочий, да, и потом выходишь на выборы, есть доверие с одной стороны президента, который тебе разрешил быть исполняющим обязанностями. И самое главное – доверие жителей. Ребят, я к чему весь этот спич устроил? А может, все-таки не зеркало виновата в наших бедах-то? Хотя сейчас у нас есть еще пять лет, чтобы подумать об этом. Я здорово сомневаюсь, что после 5-го, 11-го, 17-го наступит какая-то новая эпоха. Я сомневаюсь, что в марте 18-го что-то изменится. Кто менять-то пойдет? Диванные бойкотеры? Или депутат по Красносельскому округу Москвы Яшин? Да и за кем идти, если что? За теми, кто в самый отвертственный момент скажут «сидите дома и не высовывайтесь», ладно? Все, не хочу дальше продолжать. Виноват во всем Трамп однозначно и какой-нибудь кремлевский злый день до кучи. А это был специальный выпуск «Вести» без Дмитрия Киселева. Еще одна страница новейшей истории нашей страны, перевернутая и забыта, печально, но, как говорится, спасение утопающих делорок дальше сами знаете. На моей страничке в Ютубе «Гимнастики для ума выше крыши», ссылка на нее сверху. И найти нас можно через любую поисковую систему, реальная журналистика, и вы на месте. На канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, в друзья добавляйте с темы, предлагайте, под ними мы обсудим. Я же за сим спешу откланяться. Все, пока. Пока.